Российский рынок кукурузы характеризуются, первое, это некоторым сокращением размеров потемных площадей по отношению к 2021 году. Но это сокращение носит весьма условный характер, потому что оно крайне незначительно. И если смотреть, это практически один из таких рекордных показателей. Мы все-таки видим, почему снижение произошло. Потому что и кукуруза, пошли на нее введена была плавающая, достаточно высокая, экспортная. И переориентировались многие хозяйства на другие виды растеневоческих культур, поэтому такое небольшое снижение. Но в то же время выросли размеры площадей кукурузы носилось, но это не совсем тема моя. Поэтому, допустим, этот момент. Рост также уровня кукурузы в 2022 году характеризуется некоторым расширением ввоза, ну не некоторым, а значительным расширением ввоза семян кукурузы для посева. Если рассматривать тренд за январь-сентябрь 2022 года, то ввоз вырос более чем на 30%. Ключевыми регионами возделывания кукурузы являются Краснодарский край, Воронежская область, Курская область, Саратовская, Тамбовская, Ростовская область, Кабардино-Балкария. В 2021 году были обеспечены рекордные сборы, а в 2022 году мы ожидаем, статистики еще нет, как такое подведенное официально, но мы ожидаем, что сборы будут несколько ниже. Компания уборочная со значительным запозданием в этом году идет, еще и площади сократились, но отдача с единицы площади в этом году выше, чем в прошлом, урожайность незначительно выросла. Год от года урожайность отличается значительной волатильностью, здесь вклад передовых технологий, конечно, есть динамик общий, но год от года погодные условия очень сильно влияют, поэтому мы рассчитываем среднегодовую урожайность по периодам. Так вот, если взять три десятилетних периода среднегодового урожайность, 92-2001 год, это было 23 центра с гектар. В 2002-2011 годы она возросла до 35,2 центра с гектар, и в последний десятилетний период до 49,8 центра с гектар. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случайен, но если устойчивый характер отмечается на протяжении ряда лет, конечно же, это передовые технологии выращивания, в том числе и семеноводство развивается, один, скажем так, из ключевых факторов успеха. И если в 90-е годы Россия значительно отставала по урожайности и по многим другим показателям вообще растеневодства, то в настоящее время на фоне других стран, в принципе, наше сельское хозяйство выглядит по показателям эффективности достойно. Цены на кукурузу, они находятся в жесткой корреляции с ценами на другие ключевые виды зерна. В 2021-2022 год, особенно первый квартал 2022 года, отмечался пик цен. Далее последовало некоторое снижение мировых цен и в итоге еще и уборка, достаточно хороший урожай, поэтому в октябре цены просели. И, соответственно, цены снизились, и экспортная поршина также значительно упала. То есть, такую высокую поршину уже нет смысла вводить экспортную. А это цены на кукурузу по федеральному кругу. Это отпускные цены сельхозпроизводителей без учета Эндреса. По отношению к уровню годичной давности, если я рассматриваю динамику на 15 ноября, все равно мы видим то, что цены в настоящее время выше, чем они были год назад. А вот на данном слайде можно вообще посмотреть, как рынок развивался мировой кукурузы с 60-го года. По 21-й, прогноз на 20-й, оценка на 22-й год и прогноз на 23-24-й годы. Номинальные цены, цены фактически голубым цветом они представлены. Какие были цены, так и не стоят. А реальные цены, красные, это цены, в выражении долларовом, образца 2010-го года. То есть, мы видим этот красный график. Цены, по факту, они были выше намного, чем сейчас. Почему они снизились? Потому что появились новые технологии и средства защиты растений, и удобрения, и семена, и так далее. И поэтому продовольствие стало более доступным для населения. Но в последние годы вновь отмечается всплеск цен, потому что мировые потребности начали расти. Население растет мировое. Потребление мяса на душу населения вообще достигло небывалых отметок за всю историю мировую. Поэтому потребности в кукурузе, в частности, они тоже выросли, и цены теперь высокие. Конечно же, они имеют некоторую волатильность. Но в целом, дело обстоит так. 22-й год – это пик. И в 23-й, 24-й год – во Всемирном банке ожидают некоторого сокращения цен по отношению к 22-му году. Мы придерживаемся тех же оценок. Цены, конечно, не снизятся, но они уже не вернутся на тот уровень, что в 20-м, 19-м году мы наблюдаем. Если посмотреть на данные ПАУ, мы увидим, что в этом году произошло заменение депо-фроса производства молока гнии. В прошлом году, ну и вообще последние, наверное, 5 лет, темпы роста составляли процента, полтора процента. А в этом году ПАУ прогнозирует всего 0,6% роста производства сырого молока гнии. Если мы посмотрим на эту динамику, увидим, что в январе-ноябре прогнозируется производство где-то 930 миллионов тонн сырого молока. Что еще важно знать о динамике этого года, что у нас замедлились темпы роста международной торговли. То есть всего 88 миллионов тонн было продано, и все из-за того снизились темпы роста международной торговли. Было замедление, снижение на 3,4%. Это связано с тем, что меньше стал закупать Китай. Китай главный инфорсер молочной продукции в мире. Это связано как с ковидными ограничениями, которые остались в Китае, с высоким уровнем запасов молочной продукции, так и с таким фактором, как рост собственного производства молока в Китае. Интересно также посмотреть, что потребление молочной продукции при счете на молоко на душу населения тоже немножко снизилось в 2022 году. Примерно откатилось до уровня 2020 года. 116,5 килограмм на душу населения. И зато цены, как в общем-то цены на другие продукты, на мясо, на сахар, на масленичные, в особенности в этом году росли, достигли пиков весной 2022 года, потом по ключевым позициям начался откат. И мы видим, что в этом году, если мы посмотрим на этот график, с января 2022 года, в 2022 год начинается, мы видим, что пиковые значения выше 60 долларов за 100 килограмм были на молоко. Очень высокий показатель, но потом цена начала снижаться. И, собственно, на октябрь 2022 года составила всего лишь 47 долларов за 100 килограмм. По октябрьскому курсу 29 рублей. Но нам, честно говоря, сейчас, учитывая курс рублей, не очень интересно пересчитывать в рублей, но тем не менее. Что происходит в этом году в России на молочном рынке? Это статистика Росстата без личных подсобных хозяйств, только ситрозорганизации и КФХ. Мы видим, что Росстат показывает темп роста производства в этом году на основе основных данных за январь сентября текущего года 3,5%. 16,5 тонн сырого молока произвели из ХАО и КФХ за этот период. Учитывая, что среднегодовые темпы роста в последние 8 лет с 2014 по 2021 год были где-то 3,7%, чуть ниже среднегодового темпы роста, но выше в этом году темпы роста производства, чем в прошлом. Потому что в прошлом году у нас темпы роста снизились до 2%. И если мы посмотрим на ключевые категории, зеленый сегмент это КФХ, синий сегмент это сельхозорганизации, мы увидим, что сельхозорганизации в этом году показывают более высокие темпы роста, 3,7%. КФХ практически ростом нет, полпроцентный рост. До этого в предыдущие годы КФХ показывали динамичный рост, 4,5% в год. То есть, по сути дела, может быть, кризисная ситуация так отразилась именно на этом сегменте, но, в общем, роста мы здесь не видим. Ну, на фоне роста производства сырого молока в этом году, в общем-то, раку уже урасти и объем переработки молока, объем производства молочной продукции на 3,6% в результате производства питьевого молока. Это, кстати, питьевое молоко очень интересный рынок, потому что до 2020 года здесь была стагнация. Ни потребление питьевого молока, ни производство не ростло. С 2020 года, с пандемийного, начался рост производства питьевого молока и потребления. Некоторые продукты, такие как сливочное масло, снеданное, тоже получили как-то дополнительный такой толчок просто употребления, отчасти из-за того, что в пандемийные годы люди стали больше готовить дома. Ну, по крайней мере, так это объясняют аналитики этого рынка. В этом году у нас существенный рост производства биржевых продуктов с длительным стоком хранения. То есть сливочное масло, сухое молоко, вот это все хорошо росло. Производители решили, что вот здесь, как бы, излишки молока, которые на некоторых рынках были получены, лучше всего их, конечно, сусушить или сливочное масло, из-за этих переработок сливочное масло. Потому что и цены на эти продукты, особенно сливочное масло весной были очень высокими, поэтому как бы выгодно было это производить. Как я уже говорила, на втором месте Краснодарский край находится в объеме производства сливочного молока. В 2021 году объем производства составил 1 169 000 тонн. Отлицательное снижение было небольшое в прошлом году, но в этом году мы снова увидим рост производства молока. Небольшой был, собственно, почти все-таки остается на уровне 157-159 тысяч голов по голове, а вот продуктивность Росфа где-то на 3% в год был бы выше показатель среднего годового, если бы не было снижения в прошлом году. Также растут все категории качевые производства молочных продуктов, ну, может быть, промежукового молока, но в этом регион-дефицитно здесь сушить молоко не имеет смысла, в принципе, так же, как и масло производить. По сырам в прошлом году было снижение, а так в целом на целое почти 2% среднего годового там просто производства этой продукции. Неплохой, это неплохие, это рост по цене молочки. Ну и структура рынка сырого молока, топ-100 призводителей сырого молока в Краснодарском крае и топ-100 переработчиков тоже с Республикой Атыгейли. Мы видим, что на первом месте у нас логичный агрокомплекс, занимает почти 27% рынок сырого молока. Вообще, если говорить о структуре, мы видим, что здесь есть довольно большие игроки, концерт Покровский, колдинги, базовые элементы, система Кубань и степь, но есть и как бы предзвонители с древнего уровня, которые тоже показывают хорошие результаты, и есть КПХ. Причем многие КПХ успешны те, у которых есть собственная переработка и собственные маленькие сыроважные. Ну и силос производится на фермах, является самым дешевым кормом, и именно его качество определяет размер будущей прибыли или будущих потерь. Первый и самый ключевой признак по началу уборки кукурузы-носилос это накопление сухого вещества. При этом можно обратиться просто к растению кукурузы, сорвать его початок и на основании того, как выглядит початок, понять сухое вещество в целом растении кукурузы. Итак, появление капсулы стекловидного крахмала сверху зерновки говорит о том, что примерно 26-27% накопления сухого вещества в целом растении кукурузы. Как правило, этот период от цветения до появления первого стекловидного крахмала занимает в разных регионах разное время, но будем отталкиваться от срока в 21 день, примерно с того момента, как кукуруза цвела и до начала появления стекловидного крахмала на початке. В этот период уже можно прогнозировать дату уборки, подготавливать хранилища, подготавливать персонал, технику. 29% сухого вещества стекловидный крахмал начинает проникать в зерновку и заполняет верхнюю часть зерновки примерно на 10%. Далее идет слой восковидного крахмала и более половины зерновки составляет крахмал молочный. При условии больших площадей 29-30% является началом старта уборки для того, чтобы оставшаяся часть уборки прошла именно в оптимальную фазу. Следующий важный показатель качества для кукурузного силоса – это длина резки. И она тоже будет привязана к содержанию сухого вещества. Чем более влажный силос, тем резка должна быть длиннее. При содержании 28% сухого вещества резка будет 15-16 мм. Оптимальное значение 32-33% – это резка 11-12 мм. Более сухой силос – 36-39%, резка 9-11 мм. И более 40% – это менее 10 мм. Дальше, если используем миксер, добавляем к резке 1-3 мм. Использование самоходного миксера добавляем 3-5 мм на дополнительное измельчение. Если в рационе нет длинноволокнистых кормов, также добавляем 2 мм для лучшей физиологии рубца и нормальной жвачки. И если в рационе большое количество концентратов, то к длине резки также добавляем 2-4 мм. Соответственно, по резке – это информация для классических комбайнов. Если будет технология Shredlet, то резка будет примерно 25-36 мм. Соответственно, специальная резка под технологию. Перед началом уборки, при первых закосах, уже можно посмотреть структуру и соответствует ли резка оптимальной структуре силоса. Для этого необходимо воспользоваться пенсильванским ситом. 4 сита с разным диаметром отверстий – это 19 мм, средняя – 8 мм, нижняя – 4 мм и поддон. Распределение должно быть примерно такое. Верхняя сита – это от 3 до 8% в навеске, средняя сита – 8 мм, это 45-65%, нижняя – 20-30% и в поддоне самых мелких частиц должно быть не более 10%. Правильная структура силоса будет гарантировать нам то, что на кормовом столе коровы не будут сепарировать корм, сепарация не будет происходить и в силосной траншеи, соответственно, рацион будет оптимально проедаться. Поэтому перед началом уборки стоит первые партии массы просеять быстренько, ну и, соответственно, посмотреть, как будет происходить распределение. Если существует такая необходимость, то произвести корректировку. На какие цифры стоит ориентироваться при закладке для того, чтобы понять, оптимальная была трамбовка, либо неоптимальная? Здесь показана плотность кормов, это содержание, вернее, вес в сухом веществе 1 кубического метра. Для злакового сенажа при сухом веществе от 15% до 50% 1 кубометр сухого вещества должен весить от 140 до 260 кг. Люцерновый сенаж это 160-280 кг, зерносинаж личменный 230-260 кг, кукурузный силос 220-265 кг, вес 1 куба сухого вещества. И карнаш кукурузный, содержание сухого вещества 55-60%, плотность будет примерно 400-480 кг в 1 кубе сухого вещества. То есть здесь при уже затрамбованной траншеи, да, можно цилиндрической трубой с известным объемом отобрать образец силоса, дальше его взвесить, пересчитать, и минимальная цифра должна быть 220 кг в сухом веществе, примерно 750 кг в натуральном. Соответственно, такая трамбовка дает нам полные гарантии того, что масса будет хорошо храниться в период хранения. После того, как весь объем зеленой массы был заложен, происходит начало ферментации, и ферментация силоса делится на несколько фаз. Первая фаза – это аэробная ферментация, происходит она с первого по второй день. В этот период работают прежде всего аэробные микроорганизмы, растительные энзимы, выделяется углекислый газ, вода и тепло. То есть те бактерии аэробные, которые есть на кукурузе, они быстро, достаточно используют свободный кислород, плюс с помощью трамбовки это количество кислорода также уменьшается. PH в первой фазе – это фактически нейтральный уровень PH, 7 или 6,5. Вторая фаза – это уже аэробная фаза, здесь нет доступа кислорода, действует она со второго по третий день, работают бактерии уксусные, бактерии молочной кислоты, происходит выделение уксусной молочной кислоты, бактерии спирта и углекислого газа, и происходит полномерное снижение уровня PH, здесь он примерно 5,5. Фаза третья – это продолжение аэробной фазы с третьего по 21 день, здесь уже работают в основном бактерии молочной кислоты, также выделяют молочную кислоту как основное консервирующее вещество силоса, и происходит снижение PH до примерно уровня в 4,5. Четвертая фаза – это устойчивая фаза или фаза хранения, наступает она с 21 дня и до вскрытия траншеи, также здесь работают бактерии молочной кислоты, нарабатывают молочную кислоту, и здесь стабильный уровень PH примерно 3,8-4,2-3,9. Пятая фаза – это кормление, то есть как только открываем хранилище, открываем пленку, поступает доступ кислорода, и соответственно начинают работать плесневые и дрожжевые грибы, происходит аэробное снижение, и начинает подрастать уровень PH. Поэтому за размером слоя, который мы будем кормить, за ним тоже нужно следить. И к тому же стараться не оставлять открытый срез силосной ямы на полуденном солнце, то есть если в 2 часа дня греется, то необходимо, ну, желательно белой пленочкой закинуть, да, для того, чтобы лучи отражались, и масса под ней не разогревалась. Появление аэробно-нестабильного силоса, происходит разогревание, да, и в этот период происходит снижение и потери сухого вещества. Соответственно, это, безусловно, потери денег, да, и, допустим, в Ростовской области мы отмечали о том, что на некоторых траншеях траншеи 2000 тонн и 500 тонн отхода, именно из-за того, что силос грелся и портился. Ну, например, если в холодное время года мы видим тёплый участок силоса коричневого цвета, да, и видно, что он горит, парит, то, например, превышение температуры на 20 градусов над уровнем окружающей среды при содержании сухого вещества силоса в 30%, говорит нам о том, что в этом участке примерно 3,6% есть потери сухого вещества каждые сутки. Соответственно, за 10 дней, если этот процесс не остановится, то примерно 30% веса этого силоса просто уйдёт на питание дрожжей и плесневых грибов. Поэтому, безусловно, выгрузка силоса из хранилища, она также важна, и здесь, соответственно, основные правила – это отбор фронта по всему хранилищу, лето-весна – это полтора метра, осень-зима – это один метр. Слои каждый день должны отбираться для того, чтобы сохранить всю оставшуюся яму в хорошем качестве. Ну и, соответственно, отбор без лишнего вспушивания. То есть это либо резаки, либо самоходный миксер. Ну и, соответственно, при планировании строительства фермы также необходимо учитывать, сколько корма вы будете съедать каждый день на высоту хранилища для того, чтобы понять, какой будет отбор. Потому что есть примеры, когда одна яма примерно на 30 тысяч тонн, ее закладка проходит порядка 50 дней при имеющейся технике, и, соответственно, хранение никак невозможно отобрать с такого фронта полностью весь силос. Это была экономия на стройматериалах при строительстве траншеи. Ну и, соответственно, в дальнейшем хозяйство получило много проблем, как с тем, чтобы ее быстро заполнить, и второе – как из нее отбирать силос. Контроль параметров по силосу. Да, pH должен быть меньше 4, плотность силоса примерно 220 кг в 1 кубическом метре сухого вещества, соответственно, это гарантирует нормальную сохранность, а pH меньше 4 гарантирует сохранность в теплое время года, то есть необходимо посмотреть анализы по траншеям, и если pH будет больше, чем четверка, соответственно, эту яму необходимо съесть в зимний период времени. Ну и силос, желательно, должен быть холодным, разница с температурой окружающего воздуха не более 5 градусов. Далее, здесь будет блок по органолептике, как понять, да, хотя бы визуально, какой получился кукурузный силос. Итак, хорошая ферментация, цвет силоса яркий, светло-зеленый, желтый, запах сладкий, фруктовый, запах молочных яблок, текстура у него твердая, и мягкие ткани сложно отслаиваются от волокон. Если ферментация была удовлетворительная, то цвет у силоса становится из светло-зеленого в светло-коричневый уже, резкий запах отсутствует, и текстура достаточно твердая. Неудовлетворительная ферментация, цвет светло-коричневый, запах у этого силоса уксусный, спиртовой, текстура достаточно твердая. Соответственно, если отмечаем в анализах наличие масляной кислоты, то это плохая ферментация, обусловленная накоплением масляной кислоты и деятельностью масляно-кислых бактерий. Цвет становится от оливкового, зеленого до черного, запах очень неприятный, текстура становится вязкая, липкая, мягкие ткани легко отслаиваются от волокон. Ну и перегретый силос – это цвет оранжевый-коричневый до темно-коричневого, запах у него карамельный, табачный, и текстура сухая и очень рыхлая. Какие могут быть проблемы при появлении тех или иных признаков? Значит, если у нас появляется в силосе масляная кислота, темно-коричневый, тусклый цвет, текстура слизистая, липкая, то причиной этого может быть прежде всего низкое содержание сухого вещества – менее 25%, и также это загрязнение почвы, либо позднее внесение жидких органических удобрений на поле, которые как раз-таки и приводят к такого рода последствиям. Если силос пахнет плесенью и запах затхлый, то это проникновение кислорода из-за плохой герметизации при закладке, ну и также появление плесени – это, конечно же, высокое содержание сухого вещества, более 50%, либо неправильная выгрузка. Запах уксуса сильный. Примерно несколько раз в год поступают от фермеров звонки с тем, что силос очень сильно пахнет уксусом. Здесь происходит замена молочной кислоты уксусной и чаще всего при длительном контакте с кислородом. Приторно-сладкий запах силоса или такой карамельный запах это высокое содержание этанола из-за наличия дрожжей и молочно-кислых бактерий. Появление запаха аммиака. Причинами может являться это интенсивное расщепление белков, при котором и появляется аммиачный запах. Это клостридиальная ферментация, при которой нарабатывается масляная кислота. И аммиак появляется при высоком уровне PH. Ну и перегретый силос его отличает табачный жженый запах, оранжевый и коричневый цвет. Как правило, перегретый силос это чрезмерное нагревание или слишком высокое содержание сухого вещества. Например, по Краснодарскому краю в хранение это курган, накрытый черной пленкой. Под верхом пленки температура порядка 120 градусов в летний период. Как раз таки может приводить к перегретому силосу с таким темно-коричневым цветом. Это вкратце по тому, какие могут быть причины проблем в силосе. Проверка образцов силоса. Если мы эту яму уже открыли и кормим, то необходимо брать образцы по всему фронту. Это примерно 5, минимум 5 отборов по всей поверхности среза на глубину в 30-50 см. Это отбор проб для того, чтобы понять, чем мы кормим прямо на сегодняшний день. Помним, что порядка 25% поверхности среза находятся как раз таки от стены или от верха траншеи, поэтому не стесняемся отбирать корм не только из идеальных участков, но и от края траншеи тоже. Для того, чтобы соблюсти условия средней пробы. После того, как сделали 5 отборов, перемешиваем все образцы в корзине, упаковываем силос в полиэтиленовый пакет, удаляем из него воздух и также не забываем перемешать среднюю пробу нашу для того, чтобы примерно были нормальные результаты и лаборатория может этого не сделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok